Мы ждем того, что 40 министров вооруженных сил должны принять еще одно решение. По крайней мере, очень много сообщений есть о том, что Украине будут выделены установки залпового огня. Насколько это реально сейчас, как вы думаете? Все, что касается военно-технических подставок, они будут реализованы. Понимаете, я вот так анализирую, я так понимаю. 80 лет назад, когда был принят Ленд-Лиз, Соединенные Штаты сделали ставку на победу. Это страна-победитель. Здесь так устроен менталитет. США не может проиграть, потому что если США проиграет, она потеряет свою позицию лидера свободного мира, цивилизованного мира, гегемона и так далее. Вот это все красивые слова. Вот она потеряет бренд свой. 80 лет назад она, сделав эту ставку на Ленд-Лиз, на того же Сталина, но она сначала сделала Ленд-Лиз на Великобританию. Многие же думают, что Ленд-Лиз это для Сталина. Нет, Ленд-Лиз это было сделано до начала войны между Гитлером и Сталином весной для Великобритании по просьбе того же Черчилля. И вот точно так же это делается для вас сегодня. Просто потом, уже осенью, они выбрали из двух зол меньшие между Гитлером и Сталином, сделали ставку на того же Сталина. Но как потом, когда победили Гитлера, они моментально железный занавес поставили. Тот же Черчилль выступил в Фултонской речи и началась холодная война против того же Сталина. То есть вот такой был механизм. Ну Украина-то союзник. Украина типа Великобритании. Вот в этом новом Ленд-Лизе. И поэтому США, сделав ставку на Украину, создав вот этот Ленд-Лиз, под это дав баснословные деньги. 40 миллиардов, это огромные деньги. Если добавить к этому 14 миллиардов, которые уже выделены, это 54 миллиарда. Если добавить к этому все те деньги, которые сегодня и союзники по Ранштайну выделяют, посмотрите, да, и Великобритания, и Евросоюз в целом, и отдельные страны того же Евросоюза, это же огромные деньги. И поэтому это же не просто так все выделяется. Это в первую очередь там львиная доля, это военно-технические поставки. Это не экономические, гуманитарные. В первую очередь базовое, базовое, именно это. Потому что все то, что будет идти экономически-гуманитарное, оно может просто в песок уйти, ежели не будет решено вот это главное, то есть не будет обеспечена победа. Тогда эти деньги просто в воздух ушли. Поэтому нужно сначала обеспечить эту победу. И победу надо обеспечить ее именно по требованию сегодняшнего дня. То есть опоздали, ошибки были сделаны, поздно начали. Это все сегодня всем понятно. Об этом будем разбираться уже после войны. Во время войны мы также видим, кто реально на самом деле помогает, а кто играет в политические игры. Включая того же Макрона, того же Шольца и тех же итальянцев. Это уже проявляется. Как бы они сегодня не старались бы закрыться. Макрона 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 Субтитры создавал DimaTorzok